Травма головы, ухо и ноги. Мы шили гуру, ушко и сушили. Сегодня Дашу перевели из реанимации в обычную палату. Лицо девочки родители попросили не показывать. Позади тяжелая операция. Даша получила обширные рваные раны волосистой части головы и левой нижней конечности. Раны укушены. Раны на голове ушиты. Ухо на месте. Никакой потери уху у нее нет. Раны ушиты, дренированы. Антибактериальная терапия, перевязки, физиолечение, наблюдение. Но самое сложное еще предстоит сделать так, чтобы Даша забыла ужасное происшествие. Все произошло здесь, в селе Светом. Шестилетняя Даша возвращалась домой со школы. Посреди поля ее ждала бабушка. Но к ней Даша так и не успела подойти. На девочку напала стая собак. Женщина подбежала, вытащила. Три собаки на ней были сверху. Сначала укусили за одну ножку, потом за вторую ножку. Она упала. Начали собаки рвать на ней вещи и ее кусать. И сгрызли ее всю. На голове как веночек был. Волоса и мясо. Проходящая мимо женщина буквально отбила девочку. Иначе загрызли бы насмерть, говорят очевидцы. Она купила у меня булку хлеба, эта женщина. Начала их отгонять, как могла, там кричала. Она ее вот так вот, когда подняла, у нее все лицо в крови, вот так все течет. Она вот так ее за плечики подняла и стоит. И кричит, скорую, скорую. Я вот так вот отсюда прибежала, ее вот так за плечики взяла и повела в магазин. Посадила на стульчик, начала быстренько вытирать ее личико тут от крови. Потом занесли ее прямо со стулом туда в магазин. Уже дождались скорую, там уже обработали немножко. Говорят, так повелось. Уже годами люди привозят сюда ненужных собак. Выбрасывают рядом скотобойня, а значит не пропадут. Бродят без хозяев и псыдачников. Кормить будут летом. Так светом появилась новая порода. Голодных и злых. Несколько десятков собак. Люди говорят, собаки регулярно совершают налеты на домашний скот. А после случая с Дашей в селе паника. Те самые собаки вольгодно бродят по светлому. Первое желание. Сейчас где-то поехать у кого-то. Есть охотники. Объяснить ситуацию. Взять ружье и по тесному. Просто их выводить пострелять. Такой была первая реакция папы Даши. Потом одумался. За жестокое обращение с животными статья. Да это не выход. Местные требуют от властей гуманного решения проблемы. В сельсовете говорят, разрабатывают программу. Но что из себя она будет представлять, пока затрудняются ответить. Разработанная программа по этому поводу. Мы ее задважим для того, чтобы выделить кошты на это, чтобы определять этих собак в притоке. Потому что там же получается, если забрали собаку, значит они то ли оплачивать надо, то ли как. Так я вам точно не скажу. Анна Градианцева, Алексей Прокопенко, телеканал «Репортер».